Добрый день, меня зовут Сергей, я являюсь техническим специалистом компании Лимакс. Сегодня мы с вами рассмотрим правильность подбора оборудования, либо взамен существующего оборудования, которое необходимо заменить и то, которое уже было установлено, либо правильность подбора оборудования во вновь вводимых домах и зданиях в эксплуатацию. Сначала рассмотрим самый простой случай, когда вам необходимо заменить существующее оборудование. И это оборудование удовлетворяет всем необходимым потребностям в отоплении помещения, в приготовлении горячей воды. То есть полностью обеспечивает все требования, необходимые по отоплению данного здания и приготовлению контура ГВС. Если вы не планируете вносить те или иные корректировки в систему отопления, то есть увеличивать площадь отапливаемого помещения, добавлять теплый пол, увеличивать количество точек водоотбора, в этом случае необходимо брать оборудование по мощности и по типу, аналогичное тому, которое у вас было установлено. Итак, что вам потребуется в этом случае? В этом случае вам потребуется знать тип оборудования, которое у вас установлено, напольный котел, либо настенный котел. Также вам потребуется информация о типе камеры сгорания, то есть открытая камера сгорания, либо закрытая камера сгорания. О типе оборудования, которое у вас стоит, так как напольное оборудование можно разделить на котлы и можно разделить на АОГВ. И в том случае, если у вас котел, и вы приобретете АОГВ, и наоборот, если у вас АОГВ, и вы приобретете котел, то, скорее всего, вам потребуется переделка технических условий. Также обязательно вам потребуется узнать мощность своего котла, который у вас установлен, так как если вы возьмете котел меньшей мощности, он не выйдет на заданную температуру и не справится с задачей по нагреву существующей системы отопления. И в том случае, если вы возьмете котел большей мощности, вы выйдете за выделенные технические условия, и это также повлечет за собой переделку проекта газового хозяйства по месту установки оборудования. Также вам необходимо будет определить, одноконтурный у вас котел или двухконтурный, работает ли он с баком косвенного нагрева, и он должен быть энергозависимым и иметь плату управления в своем составе, так как только плата управления позволяет корректно обвязать котел с баком косвенного нагрева, и понимать, работает ли у вас котел с какой бы то ни было внешней периферией, то есть присутствуют ли в нем опентермовские протоколы, модбасовские и иные типы протоколов, которые потребуются для обеспечения внешнего контроля и связи с тем устройством, которое у вас установлено. Получить информацию и узнать о том, какой котел у вас стоит, либо какое АУГВ у вас стоит, вы можете, либо прибегнув к паспорту на то оборудование, которое у вас установлено, либо найти информацию на шильдике, на наклейке на самом котле, либо АУГВ, это либо внешняя сторона облицовки, либо внутренняя сторона облицовки. Если у вас нет точных данных, то есть утерян паспорт, либо нет наклейки на оборудовании, вам необходимо обратиться в проектный отдел газового хозяйства по месту установки оборудования, и в проектном отделе вам смогут предоставить информацию о точном типе оборудования и о его мощности, которая у вас установлена. Теперь перейдем ко второму случаю, когда необходимо подобрать оборудование с нуля. Данный случай является более сложным и требует детального рассмотрения. При необходимости организовать систему отопления и систему горячего водоснабжения в том или ином вводимом здании в эксплуатацию, необходимо учесть такие факторы, как это тип оборудования, напольное оборудование, либо настенное оборудование, с открытой камерой сгорания, либо с закрытой камерой сгорания, с естественной системой дымоудаления, либо с принудительной системой дымоудаления. Помочь определиться с возможно допустимым оборудованием вам помогут проектанты газового хозяйства по месту установки оборудования, которые смогут вам сказать, какой котел можно поставить, какой котел нельзя поставить. Допустима ли установка котла с открытой камерой сгорания, либо необходим только лишь котел с закрытой камерой сгорания. Возможно ли организовать стационарный дымоход, стационарную систему дымоудаления, либо необходимо использовать котел только с принудительным отводом продуктов сгорания. После того, как вам стало известно, какой тип оборудования допустим к установке в вводимом помещении в эксплуатацию, Будь то напольный котел, будь то настенный котел, необходимо понять мощность котла, которую необходимо установить и необходимо понять количество точек водоотбора, которые у вас будут присутствовать в данном помещении и которые необходимо обеспечить по производительности контуром ГВС. Либо напольного котла, либо настенного котла, либо проточного водонагревателя, либо при помощи установки бака косвенного нагрева. Немного хочу остановиться на мощности оборудования, которое вы выбираете. Мощность оборудования, неважно, напольный котел, либо настенный котел, должна соответствовать мощности системы отопления и ее объема. То есть это ключевой момент. А правильно рассчитать систему отопления можно только зная фактически тепловые потери отапливаемого помещения. То есть правильный алгоритм. Первоначально рассчитывается мощность системы отопления согласно тепловых потерь отапливаемого здания и под мощность системы отопления, и как под ее объем уже подбирается котел. Напольные котлы, как и настенные котлы, бывают с одним контуром, то есть называются одноконтурные котлы, и бывают двухконтурные. Соответственно, мощность котла влияет не только на мощность системы отопления, под которую подбирается котел, а также влияет на производительность контура ГВС. В том случае, если вам необходимо организовать энергонезависимую систему отопления, проектом газового хозяйства по месту установки предусматривается возможность установки напольного котла с открытой камерой сгорания и водонагревателя проточного газа. В этом случае вы можете рассмотреть установку напольного котла и водонагревателя попросту колонки. При данной компоновке вы можете рассмотреть напольный газовый котел LEMOX серии Premium и проточный газовый водонагреватель LEMOX серии Classic, серии 20M, либо модельки Euro 20 и 24. Данная компоновка отлично подходит в том случае, если вам необходимо обеспечить контуром горячего водоснабжения 2, максимум 3 точки водоотбора. Если точек водоотбора больше 3, вам потребуется рассмотреть бак косвенного нагрева. И в том случае также бак косвенного нагрева вам потребуется рассмотреть, если проектом газового хозяйства по месту установки не подразумевается возможность установки проточного газового водонагревателя. То есть возможно поставить только напольный котел с открытой камерой сгорания под организованную систему дымоудаления. В том случае, когда организация контура горячего водоснабжения будет осуществляться с применением бака косвенного нагрева, нам потребуется рассмотреть газовый котел LEMOX серии Clever. Данный котел уже является энергозависимым, то есть на базе данного котла не получится собрать энергонезависимую систему отопления. И в том случае, если в данном помещении есть частый перебой с электроэнергией, то потребуется установить источник бесперебойного питания. Также сразу хочу пояснить, почему для обвязки с баком косвенного нагрева вам потребуется только лишь котел серии Clever, напольный, энергозависимый. В данном котле устанавливается плата управления. И с точки зрения завода правильность обвязки котла и бака косвенного нагрева может быть реализована только в энергозависимом котле, в котором установлена плата управления. То есть плата управления получает сигнал с датчика бойлера косвенного нагрева, либо со встроенного термостата бойлера косвенного нагрева, и организовывает управление либо двумя насосами по гидравлической обвязке, либо при помощи трехходового крана, запуская либо нагрев бака косвенного нагрева, если приходит сигнал о необходимости нагрева горячей воды в баке, либо если бак косвенного нагрева нагрет, выбирает режим работы на отопление, ну либо в принципе переводит котел в ждущий режим, если речь идет именно о летнем периоде использования. В том случае, если проектом газового хозяйства все-таки не предусматривается установка проточного газового водонагревателя, и вопрос энергонезависимости системы отопления является принципиальным, то есть нет возможности организации и обеспечения бесперебойного питания котла, насосов и самой системы, вы можете рассмотреть напольный газовый котел серии премиум со вторым контуром, так как напольные котлы серии премиум могут выпускаться как в одноконтурном исполнении, так и в двухконтурном, то есть мощностью от 12,5 до 40 кВт. Информацию о производительности второго контура вы можете посмотреть в руководстве по эксплуатации на данный котел. Хочу также обратить ваше внимание, что в нашей линейке присутствует двухконтурный котел как серии премиум, так и серии классик. В том случае, если проектом газового хозяйства по месту установки оборудования предусматривается возможность установить напольный котел с открытой камерой сгорания и проточный водонагреватель, при этом помещение конструктивно не предусматривает возможность организации системы дымоудаления. В этом случае вы можете рассмотреть установку напольного котла с турбонасадкой для принудительного отвода продуктов сгорания и установку проточного газового водонагревателя LEMO к серии либо турбо, либо баланс. Сразу хочу обратить ваше внимание, что турбонасадку для энергонезависимых котлов вы сможете подобрать и установить только на тот котел, который оснащается 820 автоматикой. Только 820 автоматика имеет возможность подключения внешних периферийных устройств, в том числе турбонасадки. Это что касается энергонезависимого оборудования. Если вы рассматриваете котел серии «Клевер», то плата управления котла серии «Клевер» подразумевает возможность подключения турбонасадки и обеспечения контроля работоспособности данной турбонасадки. При выборе оборудования немаловажную роль играет предельный срок службы данного оборудования. Напольные котлы с остальным типом теплообменника имеют предельный срок эксплуатации срок службы 15 лет, напольные котлы с чугунным типом теплообменника имеют предельный срок службы 25 лет. Например, котлы LEMOX серии LIDER PRO либо серии OMEGA CI комплектуются чугунными типами теплообменников и имеют предельный срок службы в 25 лет. Теперь мы рассмотрим организацию системы отопления и горячего водоснабжения на основе настенных котлов фермы LEMOX. Вся линейка настенных котлов является энергозависимой. Данные котлы предназначены для работы в системах отопления только закрытого типа. Сразу отвечаю на один из самых популярных вопросов, можно ли настенные котлы LEMOX ставить в системы отопления открытого типа. Нет, нельзя. Данные котлы предназначены для работы только в закрытых системах отопления. Настенные котлы могут быть как двухконтурными, так и одноконтурными. Все одноконтурные котлы, которые мы выпускаем, предназначены для работы с баком косвенного нагрева. Также настенные котлы можно разделить по типу системы дымоудаления. Есть котлы под организованную систему дымоудаления с открытой камерой сгорания и есть турбированные с принудительным отводом продуктов сгорания. Точно так же, как и напольные котлы, настенные котлы подбираются согласно мощности системы отопления и ее объема. Отдельно хотелось бы выделить производительность второго контура в настенных котлах. Настенные котлы серии Prime могут выпускаться в двухконтурном исполнении мощностью до 32 кВт включительно. Данной мощности будет достаточно, чтобы обеспечить одновременно до трех точек водоотбора. В том случае, если вам потребуется обеспечить более трех точек водоотбора для одновременного использования, вам необходимо рассмотреть газовые котлы LEMOX серии Prime VHO. Данные котлы являются одноконтурными и предназначены для работы с баком косвенного нагрева. Учитывая, что вся линейка котлов серии Prime, либо будь то котлы LEMOX серии Start является энергозависимой, то необходимо задуматься о обеспечении бесперебойного питания в случае, если в том помещении, где устанавливаются котлы, присутствуют частые перебои с подачей электроэнергии. Для этого необходимо рассмотреть установку источника бесперебойного питания. Ну, наверное, одной из основных характеристик источника бесперебойного питания является чистая форма синусоиды, которой он должен отвечать и которую он должен выдавать на выходе. В том случае, если у вас есть необходимость в организации удаленного управления системой отопления, либо получения удаленно данных по работе системы отопления, вам необходимо рассмотреть только энергозависимую линейку котлов. Это либо настенные котлы серии Prime, либо напольный котел серии Clever. В данных котлах устанавливается плата управления, которая поддерживает протокол OpenTerm и может обеспечить связь котла с периферийным устройством по данному протоколу. На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор. Если в процессе обзора у вас возникли дополнительные вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, и мы с удовольствием на них ответим и рассмотрим данные вопросы. А также не забывайте подписываться на наш канал, делать выбор в пользу нашей продукции и ставить лайки.